Добрый день дорогие друзья, подписчики! Вы на канале Флорист Мариуполь. Сегодня у нас 15 сентября и сегодня я хочу поговорить о первой пикировке цикламена. Цикламен, который у меня рос в течение лета, я его сеяла в конце апреля. Взошел он у меня в мае. Конечно, эти сроки не подходят для посева, так как летом он мучился. Это не его период роста, особенно в таком возрасте, когда они совсем малыши. Идеальное время посева цикламена это январь месяц. За зиму он по прохладе тогда хорошо поднимается. И январский посев, который я делала, на данный момент цикламенчик выглядит так. Кустики уже очень подросли хорошо. Уже закладываются бутончики, их явно видно в розетках. О уходе я рассказывала в течение лета. О том, как нужно сейчас за ним ухаживать. В недавнем видео рассказывала. Я оставлю ссылки на это в конце этого видео. Этот цикламенчик у нас будет цвести уже с января месяца. То есть у него цветение будет более раннее. Цикламен, который я буду пикировать сегодня. Его цветение наступит где-то к концу февраля месяца. Тех растений, которые более крупненькие. Те, что малыши могут не успеть. Совсем там где два листика. Я вам буду показывать вот этот цикламенчик, который более крупный. Уже у него по три настоящих листика. Его цветение будет на март месяц. То есть мы будем успевать на 8 марта. Меньшие цикламенчики, у которых два-один листика на данный момент. Они у нас на 8 марта могут отбить по одному цветочку или не успеть. Но все зависит, конечно, от нашего ухода сейчас, который мы будем ему делать. Его можно, конечно, подогнать. Вот такие малыши я имею в виду. Вот они тоже все в активном росте. Уже молодые листики у них поднимаются. Но они еще маленькие. На 8 марта могут опоздать или дать по одному цветочку. Как за ними ухаживать, чтобы они успели у нас зацвести, будем с вами говорить. Более крупный цикламенчик у меня пойдет на отправку. Я вам в следующем видео покажу, как я его пакую. А более меленький мы с вами будем пикировать. Вот на данный момент луковичка уже, те, которые побольше цикламенчики, уже набрала размер где-то с ноготь мизинца. Сейчас у нас в сентябре температура уже спала. Как я и говорила в прошлых видео, уже нету такого зноя сильного. Цикламен сразу же наш детка ожила. Пошли в рост молодые листики. На видео видно, там много идет молодых листиков, начало отбиваться. Это говорит о том, что он как бы воспрял и можно заниматься уже пикировкой. И сейчас я сразу отбираю те, что покрупнее, отдельно будут на отправку идти. А малыши я складываю отдельно для пикировки. Ну, вот так вот сейчас два ящика нашего цикламена мы перебираем. Это нужно делать аккуратно. Снизу приподнимаю землю рукой. Я приподнимаю каждый цикламенчик отдельно. И аккуратно корешки разделяю. Некоторые цикламенчики есть без листьев, просто луковка. Но это не говорит о том, что он уже пропал. Точка роста на таком цикламене тоже уже начинает закладываться на луковички. Поэтому нужно перебрать всю землю, внимательно пересмотреть. Так как луковичек без листьев тоже много. Это была реакция цикламена на жару. И просто для того, чтобы сохранить себя в этот период, он скинул все листики. В данный момент, вот я вам показываю, листиков нету, но корневая очень сильная у него. И точка роста уже там заложена. То есть мы его сейчас посадим, дадим ему правильный уход и он пойдет в рост. Вот цикламены, которые идут на отправку. И меньшие, которые мы с вами будем пикировать. Пикировку я буду делать в ящик тоже, опять-таки назад. Но поменяем землю и более подробно поговорим об этом в следующем видео. Так что до встречи в новом видео. Продолжение следует. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok